добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые слушатели директ академии как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста как всегда плюсики в чат если все нормально так вижу спасибо спасибо ну что ж у нас сегодня вебинар посвященный артотеке артотека это один из проектов внутри большого проекта который называется от портал и о котором я рассказывал вам на прошлой неделе перед тем как перейти к нашему сегодняшнему нашей сегодняшней теме разрешите я как всегда скажу несколько общих слов о директ академии в самом начале чата я разместил четыре полезные ссылки которые ведут на наш сайт но большинство из них ведет на наш сайт а первое из них ведет на страницу расписание где вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года мероприятия пополняются появляются новые интересные спикеры поэтому периодически пересматривайте что нового появилось в нашем расписании но в целом расписание составлено до конца учебного года вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе и запись этого вебинара надеюсь уже сегодня вечером появится на этом канале всех кто еще не подписался на наш канал я прошу это сделать это будет полезным для вас третья ссылка ведет на страницу онлайн курсов директ академии где в настоящий момент представлены 11 курсов для дистанционного обучения тех кто учится дистанционно я вот вижу здесь даже присутствуют люди которые у нас на курсах уже учится вот милости прошу на эту страницу может быть что-то вам подойдет для обучения а ну и наконец последняя ссылка на страницу выдачи сертификатов где можно приобрести сертификат о об участии в любом из вебинаров директ академии в конце чата я сейчас дам ссылку ссылки на следующие наши мероприятия прошу прощения у меня в буфере обмена оказалось не то одну минутку вот так вот итак завтра вебинар проведет константин николаевич костюк генеральный директор компании директ медиа его тема между ресурсами открытого доступа и профессиональными издательским контентом кто кого перетянет в пятницу в четверг у нас будет перерыв вебинара не будет 12 в пятницу 12 апреля будет виден вебинар нашей постоянной ведущей татьяны телегины вебинары видео лекции ролики и стриминг как выглядеть звучать сочно в кадре вебинар практикум насколько я знаю татьяна снова пригласит со ведущего к себе и должно быть достаточно интересно этот вебинар пройдет без меня татьяна сама его проведет я буду в это время в командировке и буду мысленно с вами ну и наконец 15 апреля в понедельник вебинар натальи логачевой диссертация как написать и не сдаться это из ее цикла вебинаров посвященных работе над над диссертациями ну что ж коллеги а сейчас мы переходим к нашей основной теме новые выпуски ортотеки интерактивные путешествия для учебы и досуга я хотел бы вам напомнить что да сегодня у нас будет много картинок и мало текста я вам в основном буду говорить о разных выпусках показывать картинки и буду давать ряд ссылок которые вы сможете посмотреть как прямо вот непосредственно по ходу вебинара так и после него заранее скажу ссылок буду давать немножко больше чем реально есть в открытом доступе то есть некоторые ссылки они специально скажем так открыты для тех кто сейчас участвует в вебинаре вот и ссылки я надеюсь будут достаточно интересными для вас в основном они будут касаться интерактивных путешествий интерактивных элементов которые в наших выпусках ортотеки присутствует и так чисто функционально ортотека является частью от портала хотя в смысловом плане если можно так выразиться это абсолютно свой проект он имел бы жизнь на существование даже если бы от портала и не было чисто технически от портала ортотека тесно связаны потому что то те капри в своей в своих выпусках используют использует изображение которые присутствуют на портале но наполняет их новым смыслом наполняет новым функционалом различной интерактивностью но правда иногда зависимость обратная и специально для какого-то запуска нового проекта ортотеки арт-портал дополняется новыми изображениями либо старые изображения заменяются на более качественные более того в общем то это последнее время и является основным способом взаимодействия от портала и ортотеки так что такое взаимное обогащение этих двух проектов ортотека является подписным сервисом компании директ медиа если не изменяет память для юридических лиц стоимость подписки 20000 рублей в год вот для физических лиц 800 тысяч 800 рублей в год совсем недорого вот в настоящий момент в год выходят 36 выпусков то есть по одному выпуску в декаду достаточно интенсивный выход потому что каждый из выпусков представляет собой такое достаточно значительный как для чтения так и для разглядывания объект для как на который нужно некоторое время чтобы его посмотреть ну нечто вроде журнала небольшого если но употреблять аналогии аналогии прошлого вот значит несмотря на то что ортотека это подписной сервис в ней ряд проектов открыты это примерно там около 10 процентов всех проектов но может быть чуть меньше в настоящий момент ортотека ей почти четыре года и ну поменьше немножко три с половиной и в ней вот 22 числа будет откроется 90 90 выпуск а а вот то есть достаточно много уже выпусков накоплено и все эти выпуски становятся доступными при подписке что из себя вообще представляет ортотека это как правило некая длинная страница long read на которой структурирована размещена информация и достаточно большое количество текста от одного до трех а то и больше авторских листов текста то есть это такая достаточно значительная как по тексту так и по картинкам публикация электронная публикация что касается количество изображений то она варьируется примерно от полусотни для до полутысячи и даже более в зависимости от типа типа выпуска а вот и в зависимости от источника что является источниками ортотеки иногда это абсолютно новые тексты и подборы и изображений то есть некая работа специально сделанной для ортотеки иногда самые первые выпуски наши ортотеки наши ортотеки были основаны на тех компакт дисках которые когда-то издавала компания директ медиа новые выпуски часто основаны на на книжках на серии великие музеи великие художники великие архитекторы которые издательство директ медиа выпускала совместно с издательством комсомольская правда долгие годы вот то есть можете представить один выпуск картотеки это вот такая вот книжечка целая достаточно достаточно большая публикация по по объему если нажать на вот эту кнопку которая здесь показана так давайте я все-таки включу свою рисовалку мне и так удобнее если нажимаете на вот эту вот кнопку то попадаете вот такой вот плиточный интерфейс как сейчас принято говорить на самой верхушке этого интерфейса располагаются либо самые свежие проекты либо демо проекты которые бесплатные которые можно можно посмотреть прямо здесь и сейчас не подключаясь к картотеке как подразделяются проекты на что их можно выпуске на на что их можно разделить самые объемный набор выпусков посвящен отдельным личностям художником как правило это художники архитекторы ну вот здесь вот в в алфавитном порядке представлены я не буду здесь перечислять вы сами прочтете в основном это художники здесь среди архитекторов бальтазар найман захо ходит лоренцо бернини ну здесь все остальные все художники я надеюсь практически каждый из них вам знаком продолжая этот список вот рафаэль санти гентоши манэ мунг этот и вот проект который будет выпущен 22 числа он уже сдан и прошу прощения не 22 12 12 апреля в день космонавтики будет выпущен еще один проект по связанный с архитектурой посвященный федору осипович шехтелю следующий по объему раздел если можно так выразить хотя мы их на разделы не подразделяем раздел нашей артотеке это музеи мне вот здесь не хватило на два на два слайда тоже видите достаточно хорошо представлены и российские музеи и великие музеи зарубежные в основном европейские но и американские тоже представлены достаточно неплохо вот 2 2 2 слайд мне например очень нравится проект музея ватикана он получился очень красочным что еще могу сказать кстати очень неплохо представлены американские музеи музеи изящных искусств бостона чикагский художественный институт национальная галерея вашингтона а ну и так далее вот ну и в качестве такого захода в азию музей фудзи из японский хотя азиатские музеи у нас пока представлены не так хорошо как европейские и российские еще один раздел который можно выделить в отдельное уже на так получилось что представлены такие виды такие проекты у нас представлены в достаточном количестве это кружки и объединения ну либо школы тут их не так много поэтому представлю все мамонтовский художественный кружок союз русских художников в основном это конечно речь идет об художественных объединениях начала 20 конца 19 начала 20 века ну за исключением передвижников которые немножко раньше образовались и школы васнецова которая просто стоит особняком это вот последний здесь из перечисленных проектов стоит особняком просто в кругу васнецова существовало некоторое количество художников каждый из которых в общем-то ну не тянет на отдельный выпуск но все они вместе хорошо представляют вот эту вот школу которая в свою очередь чем-то характеризуется некоторыми общими чертами ну и предреволюционные скажем так объединение бубновый валет голубая роза мир искусства союз русских художников мамонтовский художественный кружок и так далее странные жанры и странные жанры это собственно та часть ортотеки с которой мы начинали которые в основном зиждется на тех компакт дисках которые в свое время сдавались компании директ медиа характеризуются эти выпуски большим количеством иллюстраций и относительно малым количеством текста вот то есть для тех кто хочет посмотреть структурированные картинки это самое но для тех кто хочет почитать может быть они цены не так как последующие наши проекты ну и еще два раздела первый из них это так называемые специальные проекты это те проекты которые делать их было видимо труднее всего потому что они полностью целиком ниоткуда не взяты а являются произведениями которые специально созданы для артотеки специально написанные тексты специально подобные подобранные иллюстрации помещенные в арт-портал а вот эти ну за исключением наверное трех из них это тоже относительно старых проектов вот этих вот итальянское возрождение северное возрождение и книжная миниатюра кстати книжная миниатюра и северное возрождение является открытыми проект вот насчет северного возрождения не помню книжная миниатюра точно замечательный кстати проект посмотрите его он открыт в нем просто просто очень красивые картинки скажем так хотя текста не очень Все остальные – это такие кропотливые проекты, специально созданные для… А, да, еще, конечно, еще образ Христа. Созданные либо по случаю, либо просто такие проекты, которые у нас делаются по плану. Вот, например, чудотворные образы Богородицы был сделан… Был сделан проект два года… Два или три года назад, не помню. По-моему, два года назад к Благовещению. Тоже в апреле был сделан проект. Что еще? Какие тут есть проекты? А, был еще один. Вы знаете, давайте я вернусь вот сюда, вот к художникам и архитекторам. Проект Зинаида Серебрякова, хотя я поместил ее вот в разряд художников, то есть как проекты про отдельных людей. На самом деле этот проект был спецпроектом и был посвящен большой выставке, крупнейшей за, там, по-моему, чуть ли не полвека, выставке Зинаида Серебряковой в Третьяковке, которая тоже два года назад была. Вот, так что тут ее тоже можно было к спецпроектам причислить. Ну, а остальные они такие жанровые, это такие, как бы, проекты, проекты отдельные мысли. Вот, к таким можно отнести Орликины Серебряного века, влюбленные в Японию, про японизм в искусстве, кто есть кто во вселенной буддистского искусства, вот, интересный проект насилия в искусстве, советский авангард в лицах, ну, и, пожалуй, наверное, все. Ну, и последний проект, который, последний вид проектов, который я хотел бы представить, это так называемые интерактивные путешествия. Это такие глубоко интерактивные выпуски, которые, как правило, основываются на отдельных произведениях, великих произведениях, великих художников, но не обязательно. Вот, к таким проектам можно отнести Александра Иванова «Явление Христа народу», «Афинская школа», «Кто есть кто», «Иронимбоск», «Сад земных наслаждений», целых два выпуска, или, точнее, двойной выпуск, Карл Бриллов «Последний день Помпеи», а дальше идут выпуски, которые, два выпуска, которые посвящены не отдельным полотнам или произведениям, а либо набору таких полотен, ну, в данном случае досок, видимые и невидимые Генского алтаря, там подробно рассматриваются все части алтаря, как с одной стороны, так и с другой, и по каждому из них такое небольшое интерактивное путешествие. А по основным из них такие достаточно значительные даже путешествия. А Бердинский бестиарий, в котором интерактивные путешествия являются значимой, но все-таки частью проекта, и пример я вам приведу, когда мы до этого дойдем. Ну и хочу анонсировать, я думаю, что уже, наверное, в мае выйдет проект Питер Брегель-старший «Битва масленицы и поста», основанное на вообще супер качественном изображении, примерно 40 тысяч на 30 тысяч пикселей изображение вот этого произведения, совершенно замечательное тоже. Про интерактивные путешествия, собственно, я в конце расскажу чуть-чуть подробнее. И как раз по этой части дам вам ссылки, которые можно будет рассматривать. Ну и несколько взгляд немножко в ретроспективу. Выпуски, которые были сделаны за последнее время, ну, относительно за последнее время. Я тут вкратце их привожу своими обложками. Мамонтовский художественный кружок, музей Дорсе, вот этот вот «Сад земных наслаждений», огромный проект из двух, двойной проект из двух интерактивных путешествий. Галерея Боргезе, два проекта, посвященные музеям, один кружкам и художественным объединениям. Марк Шагал, «Мир искусства», опять кружок, описание кружка, «Сальвадот Дали». Прекрасный набор картинок и текстов, мне очень понравилось, самому понравился этот проект. Академия, галерея Академии Флоренции, очень красивый проект, я вам очень его рекомендую. Он, ну, вообще все, что касается Италии, там такое количество запредельной красоты, что вот все эти проекты надо смотреть. Очень дорогой мне проект, который я делал, который называется «Абердинский бестиарий». Да, ну, когда я говорю, что делал я, разумеется, я не подразумеваю, что я в одиночестве это все делал. Я просто, скажем так, приложил руку к оформлению этого, многих из этих проектов. Так вот, «Абердинский бестиарий» — это мне очень дорогой проект. Он сделан на основе вновь появившихся в открытом интернете сканов «Абердинского бестиария», которые были выложены на сайте «Абердинского университета». Качество замечательное, и мы использовали эти иллюстрации для того, чтобы достаточно подробно на русском языке пояснить состав этого бестиария, и что в него входили, какие иллюстрации, какие тексты и так далее. А сам по себе абердинский бестиарий, это, несомненно, является одной из звезд, можно сказать, седневекового искусства. Одна из американских галерей, которые, напомню, у нас представлены достаточно хорошо. Вот тоже один из моих любимых проектов — Зинаида Серебрякова. В этом проекте... Он такой особый, как я уже говорил, это такой спецпроект, по которому были написаны специальные тексты, и мы для него сделали вот такую вот вещь. Вот сейчас буду давать уже какую-то ссылку. Сейчас я ее найду. Одну минутку. Так, где-то я их подготовил, но не... Ага, вот. Дам ссылку в чат. Вот она. Мы сделали там такой таймлайн по автопортретам Зинаиды Серебряковой. Ну, как известно, Зинаида очень любила рисовать себя. У нее скопилась масса автопортретов, но в этом... Здесь, по-моему, их 25, если не изменяет память, или там что-то 23, как-то так. Разных годов от начала 20 века, самого начала 20 века до 1956 года. Это только те портреты, которые являются автопортретами официальными. Ну, как известно, Зинаида Серебрякова часто рисовала себя и в образе посторонних людей. Ее можно там узнать. Но эти произведения не вошли в данную... Времени. Вот, еще два хороших проекта. Эдуард Мане и Звезда Пресветлая. Кстати, Звезда Пресветлая тоже такой очень особый проект. И по нему он сделан... В нем достаточно много текста. Ну, текст начала 20 века, адаптированный к современному русскому языку. Вот. А изображения подобраны специально. И, кстати, по этому проекту я тоже могу дать вам один из элементов этого проекта. Тоже в виде таймлайна. Это перечисление... Перечисление икон Богоматери. Тоже сделанное в виде таймлайна по году их или веку их написания. Несколько проектов достаточно интересных. Иван Шишкин. Ну, все понятно. Пейзажи. Товарищество передвижников. Товарищество передвижников. Это, наверное, такой первый проект про художественные кружки и объединения, которые уходят в 19 век. Так, достаточно глубоко, корнями. В основном-то они все сделаны про 20 век, а вот это вот про передвижников. Ну, и очень интересный и сделанный особым стилем, особый версткий проект Надя Рушева. Если кто-то не помнит, была такая в 80-е годы прошлого века. Достаточно известная, талантливейшая, молодая, не сказать, юная художница, которая, к сожалению, очень рано от нас ушла. А вот, но у нее осталось некоторое наследие, которое мы, собственно, и представили в этом проекте. «Последний день Помпеи» — это один из интерактивных проектов. Да, собственно, о нем чуть-чуть попозже будет подробнее рассказано. «Союз русских художников. Объединение» 19 века. Я вот, кстати, очень люблю проекты, которые посвящены объединениям. Они такие получаются, хоть и достаточно пестрые, но броские очень. Да, ну и вот один из любимейших моих проектов, которые посвящены зарубежным музеям — это музей Ватикана. Там просто запредельное количество красивых изображений, в которые можно просто смотреть и без всякого текста, и удивляться, до чего же все-таки хороша итальянская живопись эпохи Возрождения. Первое обращение к теме архитекторов современных — это Заха Хадид, недавно ушедший от нас, к сожалению, талантливейший архитектор арабского происхождения, жившая в Британии. То, что она сделала, это что-то такое невообразимое. Вы знаете, я один раз имел возможность наблюдать тот объект, который она сделана. Он просто легендарный. В прошлом году мы в составе руководящего состава компании «Директ Медиа» были в Баку, и вот там один центр Гейдара Алиева, сделанный Заха Хадид. Это что-то невозможное. Это такая красота. О нем даже ходят легенды. Настолько необычное здание, что, например, о нем ходит такая легенда, правда, среди простого народа, что если посмотреть на это здание сверху, то оно воспроизводит подпись Гейдара Алиева. Ну, конечно, все это мифы, но просто так о любом здании бы это не возникло. Вот, этот проект тоже мне очень нравится. Там, ну, просто есть на что посмотреть. Венгерская национальная галерея. Казалось бы, относительно скромный проект, но там есть несколько картин, которые просто берут за душу. Ну, вот тоже маковое поле, которое здесь отображено, например. Илья Глазунов. Проект, сделанный через несколько месяцев после ухода от нас Ильей Глазунова в позапрошлом году. Интересный проект и противоречивый, как и все, что сделано Ильей Глазуновым. Наверное, был бы смысл сделать еще и интерактивное путешествие по некоторым его картинам, множественным, где можно рассказать о том, кто там изображен. Но, к сожалению, мы не нашли в должном качестве, гигапиксельном качестве этих картин. Может быть, когда-нибудь до этого руки тоже дойдут. Вот. Ну, а тут так здесь представлены основные этапы творчества Ильи Глазунова. Да, ну, вот тут немножко в большем качестве. Вот это здание, о котором я говорил. Здание Захи ходит в Баку. Культурный центр Гидара Алиева. А вот когда вокруг него ходишь, даже не понимаешь, где находишься. То есть, такое впечатление, что на гребне волны какой-то находишься. Очень. И при этом это внутри, это вполне функциональное здание. Ну, в общем, очень здорово. Продолжаем. Рубенс, ну, тут говорить нечего. Великий художник, все понятно. И не сделать по нему проект было нельзя. Бубновый валет. Одно из объединений 20 века. Начало 20 века. Как и все наши проекты об объединениях, оно интересно, я уже сказал, чем набор из нескольких имен, которые нельзя не знать. Один из моих, вот я много чего-то употребляю, слово любимых, да, но вот один из любимых проектов, это Чикагский художественный институт, где хранится вот эта вот очень характерная и вызвавшая большие пересуды картина, которая называется Вуда, которая называется Американская Готика. Вот она здесь изображена, да, это можно сказать, что это визитная карточка современного американского искусства. Ну, как современного, 20 века. Картина, которую художник просто в свое время не мог продать или продал там за какие-то гроши, стала в конце концов визитной карточкой Америки. Они обвиняли эту картину в надругательстве над основными ценностями Америки, на смешках над простыми людьми. В результате она, наоборот, стала символом сопротивления Америке депрессии 30-х годов и воспринимается сейчас совершенно по-другому, чем в те времена. Школа Венецианова, как я уже говорил, это входит в состав проектов об художественных объединениях, но таким особняком Венецианов, творчество Венецианова наиболее далеко расположено в глуби времени относительно всех остальных художественных объединений, да, ну, достаточно симпатичный проект, тем не менее. Музей изящных искусств Бостон входит в состав музеев США, которые достаточно хорошо у нас представлены, достаточно много там классических произведений европейских, имеет смысл смотреть. Еще два совершенно разных архитектора Растрелли, XVIII век и наш современник Сантьяго Калатрава. Сантьяго чем-то похож на Заху Хадид, такие же интересные решения, опирающиеся часто на подсмотренные в природе конструкции. Ну, про Растрелли говорить не приходится, на нем во многом зиждется российская культура, архитектурная культура. Ну, а слева представлен Кустодиев, да, и его, наверное, самая известная картина «Купчиха». Все мы ее хорошо знаем, ну, а творчество Кустодиев, конечно, это то, что, как говорится, масс-си, то есть необходимо просто знать про него и знать, что этот художник сделал. Музей Московского Кремля – это единственный проект, единственный выпуск из состава, из раздела, музеев, который посвящен не единому музею, а набору музеев. Ну, в Московском Кремле так уж получилось, нет такого единого большого музея, зато есть много произведений архитектуры, которые являются музеями. Там, пять или шесть, если не изменяет память, и вот про них, про всех рассказано и с архитектурной точки зрения, и с точки зрения внутреннего убранства. Афинская школа – это один из наших интерактивных проектов, посвященных единому произведению. Про него, собственно, отдельно, и я вам дам ссылочку. Баженов – еще один наш проект про архитекторов. Наш спецпроект, который называется «Японизм», такое интересное слово, которое означает влияние Японии на искусство России и Европы. В конце 19-го, начало 20-х веков произошло это влияние, когда Япония, наконец, открылась, и связи между Европой и Японией и Америкой стали, ну, достаточно увеличились во много раз. И вдруг Европа для себя открыла японское искусство и испытала от этого такой небольшой шок и испытала влияние. Оказывается, если с этой стороны рассматривать произведения европейской живописи тех времен, то вполне можно найти аналогии и влияние. Ну, в частности, на… Господи, имена вылетели у меня, к сожалению. То же самое можно разглядеть и в русской живописи. Ну, взять, например, некоторые произведения Билибина, и можно увидеть, что они позаимствованы. Там, вот, например, иллюстрация к Пушкину про море и океан очень сильно соответствует тому, что мы видим в японском искусстве. В волне Хиросиги. Очень интересный тоже спецпроект, который называется «Насилие в искусстве». Я думаю, что мы к нему еще вернемся в каком-то качестве, потому что материалов там, ну, просто неимоверное количество. Так, честно говоря, там, если смотреть живопись прошлых веков, то чуть ли не каждая там четвертая, пятая картина посвящена произведению, не только картины. Посвящено какому-то виду насилия, то ли войне, то ли убийством или еще чему-то. Вот и вот про это наш проект. Еще раз хочу сказать, несмотря на то, что он такой достаточно насыщенный, но, на мой взгляд, пока по верхам. Будем еще дальше изучать эту тему. Винсент Ван Гог, ну, тут не о чем говорить, великий художник, который, как всегда, не как всегда, а как это часто случается с великими, умер молодым, неизвестно от чего, то ли застрелился, то ли его застрелили. Его произведения, это, наверное, сейчас просто вошли в классику, а в свое время никто не понимал, о чем он рисует и что это за образы. Ну, так очень часто случается с произведениями, новаторскими произведениями. Венский музей истории и искусства, совершенно замечательный музей и замечательный выпуск, в котором, ну, в Венском музее, напомню, хранятся 11 произведений Питера Брегеля-старшего. Они здесь у нас показаны. В некотором смысле эти произведения сейчас у всех на слуху, потому что Венский музей сделал собственный сайт, посвященный конкретно Брегелю, где дал эти изображения в максимальном качестве. И более того, там называется «Инсайт Брегель», если кому-то интересно. Ну, это не наш сайт, но тем не менее, хотелось бы для тех, кто любит искусство, это вот каким-то образом, это явление прокомментировать. Вот, и там рядом с каждым произведением его можно рассмотреть, либо просто рассмотреть в шикарном качестве, либо рядом поместить изображение рентгеновское и сопоставлять их, либо изображение два вида инфракрасных изображений в проходящем и отраженном свете. Ну, это больше интересно, конечно, искусствоведам, но тем не менее, вот они могут это сделать прямо на этом новом сайте. Эдвард Мук, ну, все, конечно, знают его великое произведение «Крик», но он еще много чего сделал и много интересного. Об этом наш проект. Один из спецпроектов наших, который называется «Генский алтарь», с большим количеством интерактивных вставок и интерактивных путешествий. «Генский алтарь» в настоящее время реставрируется, и по большей части его реставрация уже завершена, но еще будет длиться до, если не изменяет память, 22-го или 23-го года. Сейчас уже не помню, кажется, еще внешняя часть алтаря не восстановлена, а внутренняя часть восстановлена, и начинают появляться современные изображения в наилучшем качестве, в гигапиксельном качестве, которые мы и использовали в нашем проекте. Правда, пока эти изображения отрывочные, что-то там удается найти в самом шикарном качестве, что-то приходится пока довольствоваться менее качественными изображениями, но, тем не менее, уже это огромный прорыв, и я думаю, что года через три к этому вопросу можно будет вернуться и уже сделать последовательное такое большое интерактивное путешествие по «Генскому алтарю». Ну и сейчас уже этот проект представляет серьезный интерес. там реально очень красиво все. Ну, я уже не говорю о том, что изначально, конечно, «Генский алтарь» является одним из величайших произведений искусства европейского. Вот, то есть, есть про что говорить. Ну, кроме того, вот еще и события 21-го века, которые это все подстегивают. Грант Вуд. Я только что вам говорил про Чикагский художественный институт, в котором хранится вот это вот произведение Гранта Вуда. Ну, а еще у нас есть отдельный проект, который посвящен этому имени, этому художнику. Вот он вышел относительно недавно. Проект «Орликины серебряного века». Тоже спецпроект, посвященный началу 20-го века. С одной стороны, он вроде бы похож на наши проекты, которые рассказывают о художественных объединениях. С другой стороны, он не столько про конкретное художественное объединение, сколько про деятельность отдельных художников, которые касались вот этой узкой темы. Как бы это выразиться, такой вот комедии Дель Арта и что-то рядом с этим. Вот. И вы знаете, именно этот проект я хотел бы дать вам в качестве бонуса. Он у нас не входит в бесплатные проекты. Но вот вам, раз уж вы интересуетесь и пришли на вебинар, я даю вот эту ссылочку для просмотра. Некоторое время она будет доступна, несколько дней можете ее посмотреть. По своему композиционному построению этот проект тоже достаточно интересен. И включает в себя много разных структурных элементов, различных структурных элементов. Таких, как слайдеры, галереи, всякие другие, разного рода, я бы сказал, слайдеры, разные верстки. И структурно построен, в общем, такой неоднородно структурный проект. Этим он мне, кстати, и нравится. Тем, что его интересно разглядывать даже не с точки зрения разглядывания картинок, а разглядывания самого проекта. Так, ну, про Венский музей я уже сказал, это повторение. Ну и... Прошу прощения, сегодня с голосом мне все хорошо. Последние наши проекты, которые вот-вот вышли совсем недавно, это Иероним Босх. Отдельно, несмотря на то, что у нас есть проект, посвященный конкретно саду земных наслаждений, это проект уже посвященный конкретно этому имени. Галерея Тейт, лондонская, где очень много интересного. Но я бы прежде всего обратил внимание на коллекцию прерафаэлитов, которая в этом музее широко представлена. Кстати, часть этой коллекции года три или четыре назад привозилась в Россию, в Пушкинский музей. Была замечательная совершенно выставка, на которой Ваш покорный слуга тоже был. Ну и... Последний по времени проект под номером 90, который должен выйти через три дня, 12 апреля, Федор Осипович Шехтель, архитектурный, один из архитектурных наших проектов. Ну и давайте так, пройдемся по обложкам. Рафаэль Санти, проект Государственный русский музей, Чарльз Ренни Макинтош, Виктор Михайлович Васнецов, Проект «Кто есть кто во вселенной буддийского искусства?» Относительно новый проект. Ну, сделанный в нашей... В этой манере сделано несколько всего наших проектов. Это такая интерактивная страница. Александр Яковлевич Головин, Королевский музей изящных искусств, Винсент Ван Гог. Вот замечательный... Замечательный проект, мне он очень нравится. Там, кстати, тоже есть небольшие вкрапления интерактивных путешествий, Ну, такие, на 5-6 кадров, не более. То есть, не полноценные такие, на несколько десятков кадров, А вот такие вот вкрапления, скажем так. Старая Пинакотека, 71 выпуск. Амадео Модельяне, 74 выпуск. Японизм. Вот тут какая-то тоже небольшая ошибочка. Какой из этих выпусков реально 74-й, я, честно говоря, не помню. Как я уже говорил, проект о влиянии Японии на европейское искусство. Лоренцо Бернини, Франческо Борамини, архитектурный проект. Альбрехт Дюрер, художник, который среди европейских художников, Наверное, лично мне нравится больше всех. Того времени, разумеется, художников. Гранд Вуд, один из недавних проектов, 83-й выпуск. Совсем недавно он вышел. Это февраль или март, если не изменяет память. 83-й проект, американский художник. Польгоген. Это вот предыдущий выпуск, который вот только-только выложен, самый новый. Ну и генский алтарь. Это вот сердцевина этого проекта. Вот, кстати, по вот этой сердцевинной части генского алтаря, который называется «Явление Агнеца», если не изменяет память. Такое полноценное интерактивное путешествие с объяснением, кто здесь изображен, кто есть кто. Большим увеличением. Ну, тут, конечно, не по каждому изображенному лицу есть информация. Но про некоторых понятно, кто это. Где-то апостолы, где-то святые, мученицы, великомученицы. Где-то папы тех времен, когда рисовалась картинка. Вот про них, про всех можно посмотреть. Что нас ждет в ближайшее время? Какие проекты? Вот здесь они представлены. Сюзанна Володон, Леонардо да Винчи. Новый наш проект, авторский «Кровь в искусстве». Борисов Мусатов, Петр Самуилович Бойцов, Микеланджело Мерзи де Караваджо, Национальный археологический музей «Афин». Вот про археологические музеи у нас пока почти ничего не было. За исключением Египетского музея. Владимир Лукич Боровиковский, Карл Росси, Британский музей. Есть еще более дальние планы, но я с ними пока не стал делиться. Осенью буду снова рассказывать про Ортотеку, тогда поделюсь. Про виды проектов Ортотеки. Наверное, имеет смысл сказать в основном про два последних вида. Это интерактивная карта или интерактивное путешествие. И Лонгрид. Лонгрид является основным на настоящий момент видом выпусков. Представляет из себя структурированную информацию из текста и картинок. Что касается интерактивной карты, это такая максимум интерактивности. Как правило, рассказ об едином произведении, в котором можно в очень мелких деталях разглядеть каких-то персонажей. И к таким интерактивным картинкам, интерактивным картам или интерактивным путешествиям относятся следующие. Ираним Боск. И сейчас я вам все эти ссылочки дам, чтобы вы смогли посмотреть, где наш Боск. Сейчас я их буду брать из другого браузера и давать в чате. Это первое интерактивное путешествие. А такое наиболее последовательное описание тех сюжетов, которые располагаются в триптихе садземных наслаждений. Здесь около 50 комментариев, дополнительных изображений и иногда видеоизображений, а иногда звуков. Ну и такой несколько дополнительный дополнительный интерактивное путешествие, которое у нас называется может быть немножко немножко с юмором, называется зоосадземных наслаждений. Здесь меньше комментариев, зато больше картинок. Здесь представлены все животные, которые нарисованы на на триптихе садземных наслаждений. А их на минуточку там более 500. Картинок поменьше, потому что животные повторяются, особенно много птиц одинаковых. Но тем не менее. Вообще, наверное, садземных наслаждений по количеству отдельных сюжетов, которые изображены, наверное, лидирует среди всех картин вообще когда-либо созданных. вот, ну вот, можете это тоже посмотреть. Несколько вот слов вообще про такой вид произведений, как интерактивная карта, основывается, как правило, на изображениях высокого разрешения так называемых гигапиксельных картинках размером там примерно 30 на 30 тысяч пикселей. Это примерно, вот, если взять ваш монитор сейчас, это примерно 15 мониторов в ширину и 30 в высоту. Вот, если их так построить, такой прямоугольник, то можно будет такую картинку отобразить пиксель один к одному. Вот, это дает возможности делать увеличение изображений до 20-30 раз без ухудшения качества с проявлением новых деталей, как будто бы это камеры наводятся на объект и проявляются новые детали. Вот, и дает, ну, просто совершенно новые возможности в отображении картин и в комментариях, которые можно для них сделать. Вот так примерно выглядит, ну, собственно, по ссылкам вы сами можете это все посмотреть. Слева располагается увеличенный объект, а справа комментарий и, возможно, какое-то дополнительное изображение, видео, звук и так далее. Первым нашим интерактивным путешествием был Иванов, явление Христа народу, и он до сих пор остается таким одним из самых характерных произведений. Сейчас у меня он где-то есть. Вот его даю вам тоже в чат, чтобы посмотреть. Наверное, произведение, которое лучше всего подходит на вот это вот для того, чтобы сделать из него интерактивное путешествие по той причине, что по той причине, что практически каждому объекту на этом произведении можно подобрать этюд Иванова, который он сначала сделал, перед тем, как перенести его на большое полотно. Это огромное полотно делалось в течение 20 лет примерно. И на нем есть масса деталей, которые можно разглядывать. Например, вот такая деталь, как люди за рекой. Вот здесь я думаю, что если вы даже пойдете в Третьяковку, то не особенно это разглядеть ее. Ну и разумеется, каждый из этих людей, персонажей представлен в замечательном качестве, их можно разглядеть. вот, фарисей в челме, вот этот вот персонаж, а вот как он рождался, это несколько образов, то ли так было нарисовать, то ли так. В конце концов, Иванов остановился на втором образе, его перенес на картину. Последний день Помпеи, тоже интерактивное путешествие. так, одну минутку прошу прощения, и тоже я вам сейчас дам ссылку на него, ссылку на него. Вот, можете его тоже записать себе в закладочке и потом посмотреть. Ну и наконец, Рафаэль Санти, афинская школа. Здесь несколько десятков персонажей, которые можно идентифицировать и описать, но в частности, вот здесь Платон и Аристотель изображены, вот, ну и еще ряд философов, которые понятно кто. включая и автопортрет самого Рафаэля Санти, который располагается в правом нижнем углу. Так, я вам его еще не давал, да, поэтому даю, тоже можете его посмотреть. Да, ну вот, вот здесь, например, Сократ представлен, и про него написана небольшая биографическая статья. Открытые проекты Артотеки, да, сейчас я, по-моему, еще какую-то ссылку хотел вам дать по Абердинскому бекстиарию, если только я ее не забыл воспроизвести. Да, к сожалению, я ее не воспроизвел, но могу это сделать прямо сейчас, это не займет у меня много времени. Вот один, одно из коротких путешествий по одной из страниц Абердинского бестиария. Таких путешествий несколько, по каждой из глав сделано такое путешествие, из буквально 5, там, 4-5 пунктов, где можно разглядеть как текст, так и картинки, которые, иллюстрации, которые там приведены. Ну, а здесь я хотел бы напомнить, какие из проектов являются открытыми и какие из них вы можете показать кому-либо у себя, даже не открывая подписку. Во-первых, это «Явление Христа народу», это книжная миниатюра, один из первых наших проектов, но очень классный, очень красочный, скажем так. Это образ Иисуса Христа в европейском искусстве, самый насыщенный иллюстрациями наш проект, 517 иллюстраций представлены в нем. Это искусство Китая, это вообще самый первый наш проект. Художественное объединение «Бубновый валет», Карл Брюло в последний день Помпеи и Иван Иванович Шишкин. Вот эти проекты у нас открыты, 7 проектов, не помню, может быть, еще в последнее время сделали, но чего-то я не нашел. Вот 7 проектов, которые можно посмотреть, даже не подписываясь на проекты «Артотеки». Собственно, на этом мое описание проектов «Артотеки», выпусков «Артотеки» подходит к концу. Есть ли у вас какие-то вопросы по «Артотеке», задавайте, пожалуйста. Если нет, ну вот, я вам привел достаточное количество ссылок для подробного разглядывания. Я надеюсь, вам они понравятся. И это ваша награда за сегодняшнее терпение, за то, что вы пришли на сегодняшний вебинар. Пока вы думаете, я хотел бы вам представить, уже немножечко прорекламировать себя лично. В 14 мая, с 14 мая по 20 июня состоится мой онлайн-курс, который называется «Визуализация инфографиком в онлайн-обучении». Кого интересует тема? Этот курс состоится не в рамках Директ-Академии, а в рамках моего сотрудничества с компанией «Ракурс», от которой я провожу онлайн-курсы вот уже пятый год. Совершенно новый мой курс. Если кого-то заинтересует, сейчас дам на него ссылочку. Ссылка располагается вот здесь. Вопросы по этому проекту можно просто направлять там есть форма формы по которым можно задать вопрос автору. Вот можете по нему задать этот вопрос. Вот. Ну и если у вас есть какие-то вопросы, готовьте, а я пока если кого-то интересует, подготовлю сертификаты. Это займет еще пару минут буквально. Ну зато прямо здесь в эфире я вам еще раз дам ссылку, по которой это можно будет сделать. Сейчас я сохраню список участников и при помощи специального интерфейса, который у нас есть, подключу этот список к механизму выдачи сертификатов. Так, сертификаты готовы. Осталось только напомнить вам ссылку, по которой эти сертификаты можно приобрести. вот вот эта ссылка. Вот, да, вам тоже всем спасибо. Я надеюсь вас видеть среди пользователей арт-портала и арт-отеки. Ну, а если нет, то, по крайней мере, получите удовольствие от разглядывания тех изображений интерактивных, которые я вам сегодня показал. Ну, что ж, коллеги, всего доброго. Встретимся, надеюсь, завтра на вебинаре Константин Николаевича Костюка. Напоминаю, что Директ Академия это вебинар каждый день, ну, или почти каждый день. Приходите к нам, будет интересно, мы будем подбирать для вас интересных авторов и интересных спикеров, а вас ждем среди слушателей. До свидания, до новых встреч! До свидания!